Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Администрация планирует взять столь значительную сумму, расскажет Валерия Кудрявцева. Здание бывшего детского сада «Белочка» в Федоровском в 2020 году использовалось для обсерватора, где размещали заболевших коронавирусом. Сегодня объект пустует. У чиновников Сургутского района появилась идея, как его использовать. Мы планируем также начать ремонт, если утвердим сегодня с главой, объекта на Федоровке под центр молодежной, под урбанистическое направление. Там большой объем работ, поэтому посмотрим, насколько целесообразно. Во время рабочей поездки главы Сургутского района вопрос по перепрофилированию объекта пока не решился. Посетил Андрей Трубецкой и пятую Федоровскую школу. В ней в этом году выполнили капитальный ремонт. Штукатуривали стены, подкрасили лестничный марш, подкрасили ограждающие конструкции. И основное крыльцо у нас запасное большое. Всего крылец 9. Часть кровли заканчивали капитальный ремонт покрытия. Полностью его снимали, заново постелили. Обновилась в пятой школе и прилегающая территория. 4 миллиона 200 тысяч рублей на благоустройство ученики и сотрудники выиграли в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Идея поучаствовать в конкурсе родилась в прошлом году. Сегодня рядом с учреждением уже сделана площадка. Скоро появятся скамейки для парка у школы, велопарковка длиной около 10 метров и малые архитектурные формы для детей с ограниченными возможностями здоровья. До 15 октября мы планируем здесь установить и таким образом проект будет закрыт. Это пример того, когда инициатива детей сочетается с желанием и педагогов, и старшеклассников, когда школа выигрывает грант, когда делает все и мы получаем вот такой прекрасный результат для наших детей. Выполняют сегодня в Федоровском и работы по благоустройству аллеи Московской. Сдать объект планируют 15 ноября. Общая стоимость более 40 миллионов рублей. Тяжело работать, но работать. Ну хотя бы по частям закрываем. Мы закрываем. Один из важнейших объектов в Федоровском – водозаборные очистные сооружения. Сегодня там идет реконструкция. Общая готовность почти 40%. От графика подрядчик не отстает. Сдать объект должны в мае следующего года. Стоимость работ – более 600 миллионов рублей. Планируют начать в Федоровском реконструкцию и канализационно-очистных сооружений. Средства на этот район получат из бюджета Фонда национального благосостояния. Из ФНБ одобрена заявка. Миллиард 10 миллионов. Еще 270 миллионов вкладывает бюджет района и округа. То есть общая стоимость – миллиард 290. Вот этого объекта. Соглашение подписано. Осталось только приступить к реализации. Сумма для нас, может быть, для кого-то это и не серьезная, для нас беспрецедентная – миллиард 200. Работа очень серьезная, заявка сложная. То есть несколько там кругов рассмотрения. И предварительный этап серьезный отбора. И уже, собственно, когда до конкурса документация допускается, то есть там рассматривает конкурсная комиссия, поэтому крайне серьезно. Пришлось даже обращаться к услугам консалтинговой организации, чтобы помогли оформить правильно документы. Начать реконструкцию планируют уже в этом году. Срок завершения работ 2025-й. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут-24, Федоровский. В администрации Сургута сокращение. С 1 января количество структурных подразделений мэрии уменьшится, упраздняют Управление опеки и попечительства. Принятый ранее окружной закон перераспределяет полномочия в этой области, отводя ключевую роль региональным социальным учреждениям. Таким образом, почти весь штат подлежит сокращению. Из 46 человек работа в структурах мэрии пока продолжит лишь один главный специалист. Он перейдет в департамент имущественных и земельных отношений, будет курировать процессы приобретения, предоставления и ремонта жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Власти города сделали запрос в правительство автономного округа о переходе специалистов Сургутского управления опеки и попечительства на работу в социальные учреждения под ведомственной региону. Из 46 штатных единиц 29 специалистов дали согласие на трудоустройство в управлении социальной защитой. Казенное учреждение автономного округа, агентство соцблагополучия населения 9 человек и 20 в управлении социальной защитой. 5 планируют выход на пенсию. На оставшиеся 12 штатных единиц автономных округов будут доведены сегменты для проведения организационно-штатных мероприятий. Это сокращение штатных единиц. У директоров сургутских школ с начала учебного года появились советники по воспитанию и работе с детскими объединениями. Югра вошла в число 45 регионов России, где реализуется новая идеологическая инициатива Министерства просвещения. Советники официально оформляются в штат образовательного учреждения, имеют поставленные задачи. Главная цель – вовлекать детей в общественную жизнь, мотивировать к участию в культурных, спортивных, просветительских событиях, помогать воплощать новые идеи, организовывать внеурочную деятельность. В целом, способствовать воспитанию личности на основе духовно-нравственных традиций. Кандидатов на эти должности отбирали в рамках конкурса «Навигаторы детства», который провели Министерство просвещения и организация «Российское движение школьников». В Сургуте советниками станут 37 педагогов. По совместительству они являются сотрудниками Российского детско-юношеского центра, где прошли многоступенчатое обучение. Советник становится уникальной личностью и может использовать в работе два подхода. Классический, базовый, согласно своему педагогическому образованию, и тот материал, который дает Российский детский центр. Он на волне с молодежью, он знает, что сейчас в моде, что сейчас в тренде, и предлагает именно такие варианты взаимодействия, чтобы было интересно молодежи, чтобы молодежь сама вовлекалась и интересовалась, что же сейчас происходит. Мы же понимаем, что воспитательная работа – это коллективная история, один в поле не воин. Поэтому советники, они выполняют такую функцию проводника и вовлекают в деятельность учащихся образовательных организаций. В Сургуте 1 октября в жилом доме номер 71 на улице Республики откроют вытрезвитель. Он рассчитан на 10 мест поровну на мужчин и женщин. Сюда будут доставлять тех, кто находился в общественных местах в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. Собственники квартир в этой высотке выразили несогласие с таким соседством. По словам Сургутяна, о том, что планируется открыть такое учреждение прямо на территории их двора, они узнали на днях. Хотя ремонт в помещении проводился уже долгое время. У нас гаражи рядом, он ребенка схватит и пошел. Это же опасно. Мало того, что они не узнали, не прошли, ни у одного собственника не спросили, можно ли это сделать. Потом вообще как бы в жилых помещениях таких вещей не открывают. Не было ни табличек, ничего. Они просто в течение полугода ходят, делают ремонт. Мы откуда знаем? Нас что? Не предупреждают, нас же не спрашивают. А если он белую горячку поймает? Тут дети ходят вечером, занятия. Здесь школа, здесь библиотека, здесь центр детского творчества. Дети по вечерам ходят, у них занятия. Узнали о специфике учреждения, которое появится в их доме, жители только 20 сентября, когда увидели информационную табличку. Ее, к слову, после жалоб горожан в социальных сетях демонтировали. С вопросом, на каком основании без уведомления получения разрешения помещения в жилом доме выделили под вытрезвитель, собственники обратились в свою управляющую компанию. Там им, как рассказывают жильцы, ответили, что заручились поддержкой 70% владельцев квартир. Поэтому и было принято решение об открытии учреждения. Вместе с тем, сами сургутяне уверяют, что никогда не слышали о сборе подписей и даже запустили собственный опросник. Мы направили соответствующий запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. Между тем, готовящийся к открытию вытрезвитель показали советнику президента России, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву. Он работал в Сургуте во вторник и в среду. Сотрудники комплексного центра социального обслуживания рассказали, в каких условиях будут приходить в себя нетрезвые граждане и какие процедуры им необходимо будет пройти. Обсуждалось ли на встрече то, почему решили расположить вытрезвитель в жилом доме, не сообщается. Смертельное ДТП в Сургутском районе на трассе, ведущей в поселок Федоровский, иномарка, столкнулась с газелью. Авария произошла вечером в среду на 51-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель Тойоты Камри выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с газелью. После удара фургон оказался в кювете, иномарка посреди проезжей части. Транспортные потоки в том месте, где произошло ДТП, разделены сплошной линией разметки. В аварии выжил только 35-летний водитель отечественного грузовика. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливают дознаватели. Сургутяне познакомились с главным мистиком русской литературы Николаем Васильевичем Гоголем. Вместе с ним они проехали на читающем автобусе. Эта акция проводится в Сургуте в течение 8 лет. В этот раз она стала 14-й по счету и завершающей в этом году. Герой культ поездки был выбран не случайно. Произведения Гоголя вошли в большой проект «Народное чтение». Он стартовал в городе в прошлом году и рассчитан на 5 лет. Жителям предложили изучать или вспоминать классику малыми порциями. В первый выпуск вошли малоизвестные произведения Толстого, Некрасова, Лескова, Шолохова и Гоголя. Это книги проекта «Народное чтение». Вот у меня с собой они. Это небольшие книги. Мы предлагаем жителям города читать классику маленькими порциями. Потому что за большую и толстую книгу взяться, это нужно время выделить, нужно такое внимание уделить. А маленькие тонкие книжки читаются быстро, их легко носить с собой. Положил в сумочку и пошел. В этот раз сургутянам рассказали занимательные факты биографии писателя, пассажиры слушали и сами читали отрывки из произведения автора, приняли участие в викторине. Самым активным организаторы подготовили подарки, книги из проекта «Народное чтение» и стилизованные закладки с рецептом приготовления фирменного десерта Николая Васильевича Гоголя-Моголя. Следующий читающий автобус проедет по улицам города уже в будущем году. Функция читающего автобуса просветительская. Мы не развлекаем жителей города, мы их просвещаем. Это главная наша цель – просвещение. Поэтому эта акция просветительская. По опыту пассажиры реагируют очень хорошо на эту акцию, с интересом, с любопытством. Благодаря нас составляют благодарственные записи в книге отзывов. Это была последняя информация о выпуске. Корреспонденты телеканала «Сургут-24» продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна в официальных аккаунтах в Телеграм, ВКонтакте и на нашем сайте www.indefisnews.ru. Впереди еще прогноз погоды после рекламного блока. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Можно ли купить автомобиль мечты в наше время? Можно. А теперь о том, как это сделать. Приезжайте в офис «Автодеск» на Монтажную 6. Выбирайте автомобиль на одном из аукционов США или новый в Арабских Эмиратах. Заключаете договор и очень скоро ваша мечта осуществится. «Автодеск» – автомобили с аукционов Америки и новые автомобили из Арабских Эмиратов. Подробности у наших менеджеров. Жители поселка Белый Яр говорят о своем поселке так. Мы не спутник Сургута. Мы отдельный мир. Это так. Мир красивый, современный и вместе с тем уютный. Именно здесь расположился жилой комплекс «Яркий». В доме представлены готовые одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 35 квадратных метров с уже предчастовой отделкой. Не забывайте про экономию на ЖКУ до 30% и возможность купить квартиру без первоначального возноса. Подробности по телефону в Сургуте – 765-708. Семь важных плюсов «Телеплюс». Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. «Телеплюс». Для любимых абонентов. Включено все. Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута, Югры на Рутюб-канале ОМЕДИА. Сургут-24. Подпишись, будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМЕДИА. Сургут-24. 16+. Летняя распродажа рекламы на Радио Дача. Скидки на размещение роликов до 70%. Широкий охват аудитории. Мы вещаем в Сургуте, Нефтьюганске и обоих районах. Оперативность. Вашу рекламу услышат мгновенно. Узнайте подробности по телефону в Сургуте. 22-12-22. Отсоединяйтесь к первому днему по 31 августа 2022 года. Окружной паблик ВКонтакте. ОМЕДИА ЮГРА. Увидели что-то интересное? Узнали что-то важное? Хотите рассказать об этом всей Югре? Пишите. Присылайте фото и видео в сообщения группы ОМЕДИА ЮГРА. Станьте нашим ньюсмейкером ОМЕДИА ЮГРА. ОМЕДИА ЮГРА. Продолжение следует...